Что делается в нашем здании, во втором подъезде? Пожалуйста, обратите внимание, в фекалии ползет с труб. Глыба льда, намерзшая под протекающей в подъезде трубой, только вершина айсберга, рассказывает Ирина Михайлева. В подвале глубина застывшей воды в половину человеческого роста. Изморозь на стенах, влажность, плесень. 23 года назад, когда людей сюда заселили по соцнайму, двухэтажное общежитие было в порядке. Даже теплый туалет имелся. Сейчас полная разруха. Расстелить дом власти пообещали к 2025 году. А пока предложили жильцам выбрать управляющую компанию. Сами же сформировали тариф. На 93 рубля за квадратный метр. Вот здесь было собрание, вот в этой кухне. Народ собрался. 93 рубля. Это значит, я должна платить за свою комнату. Сколько я плачу? 30 с лишним тысяч. Я должна 6 платить. За то, что они придут, гвоздь вобьют или лампочку вкрутят. Конкурс по отбору управляющей компании администрации Чигиринского сельсовета проводят уже 5 лет. В прошлом году обслуживать дом уже было подрядилась компания Юрия Корненкова. Они работают в четырех домах по соседству. Заключить договор с администрацией можно было легко и просто, ведь больше половины жителей занимают квадраты по соцнайму. Но власти насильно действовать не стали. Предложили собственникам высказаться. Те ответили отказом. Это было по аукциону. Мы предложили цену немножко ниже. И, собственно говоря, разговор у нас не получился. Пытались мы как-то убедить, объяснить. Но при этом непонятна позиция людей, прежде всего, что сами не хотят ничего делать. При этом, когда к ним обращаешься и предлагаешь какую-то помощь, они воспринимают это все в штыки. И мы приняли решение не заключать договор. В администрации тем временем работа по поиску управляющей компании продолжается. Мы отступили и решили провести конкурс. Ну, как того требует закон. Из-за 7-2 дней. Поэтому мы сейчас выжидаем время, сформируем тактик документов. Попытаемся сформировать им тариф более приемлемый. Попытка сформировать приемлемый тариф похвально и законно, говорят прокуратуре. Однако в этом конкретном случае, а речь идет об аварийном доме, власти должны действовать в другом ключе. Орган местного самоправления в случае признания дома аварийным и подлежащим сносом должен разрешить судьбу этого многоквартирного дома. Законодательством не определены конкретные сроки переселения граждан, но проживание в аварийном многоквартирном доме представляет собой угрозу для жизни проживающих в нем граждан. Соответственно, решение по переселению должно быть принято в кратчайшие сроки. Сама же прокуратура в кратчайшие сроки проведет свою проверку. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город».